Ароматерапия и аромапсихология — это не псевдонауки. Афродизяки, феромоны, на мой взгляд, да, наверное, они на кого-то действуют. У него химический ожог. Все масла могут навредить. О них мало что известно, но они вызывают интерес. Мы находим людей редких профессий и увлечений, и узнаем от них то, что вы никогда не спросите. Аромапсихология имеет довольно серьезную научную базу, экспериментальную, как в европейских странах, так и в России. И в европейских странах нет слова аромапсихолог, есть слово альфактотерапевт. Это, по сути, аромапсихолог, то есть человек, который с помощью эфирных масел изменяет состояние, психологическое состояние человека. И ароматерапевт, аромасерапист, который является таким натуропатом, который работает с человеком с помощью эфирных масел, конкретно только с телом человека. И ароматерапия, и аромапсихология — это не псевдонауки, а настоящие научные течения, которые имеют научную базу. Все масла могут навредить человеку, если применять их неправильно, неверно, не зная, как это делать на самом деле нужно. Потому что, вообще, моя любимая тема, минус ароматерапии, я прям вообще... Потому что это ошибки, которые люди совершают каждый день. Вот им говорят где-то по телевизору, используйте эфирное масло апельсина, и у вас будет лучше настроение. Человек берет эфирное масло апельсина и намазывает на себя. И у него химический ожог. Потому что эфирное масло апельсина надо разбавлять. Все цитрусовые масла вызывают очень сильное раздражение, вплоть до ожога. При нанесении в чистом виде на кожу. А если это аптечное масло за 200 рублей или купленное где-нибудь там в Крыму или в поездках там за 500 рублей, баночка 10 мл, то это однозначно ненатуральное масло. И большой вопрос, что там вообще в этой банке находится. Скорее всего, это синтетическое масло, которое при нанесении на кожу имеет, ну, в общем, непредсказуемую реакцию. И аллергии, и сыпь, и все что угодно. Если с ним переборщить, то оно вызывает галлюцинации. В пищу, если его применять. Подумать, что, ну, я же мускатный орех в пищу добавляю, и сейчас масло накапывается, да. И потом как-то себя человек странно чувствует. Я диагностирую на основе разговора. Потому что я имею багаж психологических техник и навыков, которые позволяют мне это сделать. И позволяют мне наиболее комфортный аромат подобрать человеку. Я это делаю даже онлайн. То есть для этого человеку не нужно нюхать масла. И с помощью разговора и тестирования в формате разговора, да, я определяю, на какой конкретно аспект психики нужно повлиять и как именно нужно повлиять. То есть, ну, самое простое, если человек, например, там, не спит, да, у него сложности с засыпанием, и это в первую очередь психологические причины, а не там гормональные, какая-то болезнь или еще что-то, там, например, страшно человеку, ну, вот какие-то панические атаки, то здесь с этим просто работать. Бывают, конечно, как в любом, в любой науке, в любом, там, в любой сфере услуг бывает. Бывают и сложные случаи, и простые случаи, какие угодно. Но с маслом есть такая интересная штука, что оно работает, эфирные масла работают, даже если человек не верит, что они работают, даже если ему не нравится запах, и даже если он вообще считает, что все это абсолютная чепуха. Это целая группа масел, на самом деле. Масла афродизиаки, они так называются, все знают слово масла афродизиаки, но масла афродизиаки, это слово обозначает то, что химическая формула этого конкретного масла очень похожа на гормоны человека. И масла лучше всего действуют на три самых базовых инстинкта человека. Потому что мы все еще животные, и мы все еще, как и пятикантропы и все остальные наши предки, они и мы тоже определяем, можно ли это есть или это отравлено по запаху. По запаху мы определяем, это животное несет мне опасность или не несет, оно может меня съесть или не может. Как там скунсы, которые запахом отпугивают хищников, вот точно так же хищник понимает, что это лучше не есть вообще, вот эту гадость. И с кем иметь потомство, а с кем не иметь, мы тоже все это определяем по запаху. И вот эти сферы маслами регулируются просто на ура. И масла афродизиаки, они бывают женской и мужской группы, но по факту они все имеют, я бы так сказала, условно возбуждающие действия. Потому что возбуждение – это сложный процесс, и для мужчины и для женщины он немножко разный, у которых проблемы с возбуждением или с сексом. Для них вот эта история очень часто психологическая, когда они не могут себе позволить быть некрасивыми, позволить себе отпустить себя и позволить себе все возможные желания, стремления, проявления, да, я слишком некрасивая, поэтому я не могу раздеться. И все вот это на это работает. То есть регресс до того состояния, когда ты больше животное, чем человек, условно, конечно, условно, и когда наши животные реакции и поведение становятся более простым, естественным и более приятным для самого человека в первую очередь. И это, ну, самые такие яркие – это пачули и ланг-эланг и ветивер. Моя любимая тема, потому что я провожу аромодиагностику, то есть один из важнейших методов диагностики в этой сфере – это аромодиагностика. Когда человек слушает разные масла и определяет свою на них реакцию. Насколько ему приятно, насколько ему отвратителен этот запах, насколько ему хочется этим маслом обмазаться и вынюхать всю баночку. Вот. И из этого складывается его психологический и терапевтический портрет. И самый главный диагностический критерий – это именно то, как человек относится к этому маслу, насколько ему нравится или не нравится. И это очень честный всегда ответ, потому что психологу мы можем соврать, мы можем соврать себе, но заставить что-нибудь очень неприятное пахнуть цветами мы не можем. Оно все равно, блин, будет пахнуть именно тем, чем оно пахнет. Именно поэтому реакции тела и вот это то, что запах нравится, не нравится, они всегда очень честные и они всегда говорят очень… Тело всегда говорит очень ясно и четко. У него нет вот этого вот… А что если, а кто подумает, а как бы мне сделать красивое лицо, сделать вид, что я там, не знаю, лучше всех, у тела либо нравится, либо не нравится, либо очень нравится, либо не нравится. И в большинстве случаев, когда человек принимает, когда человеку нравится масло, он его принимает, то есть его тело хочет эти молекулы взять себе, они ему для чего-то нужны. А когда человек отторгает, то есть его тело отторгает запах, он ему не нравится, это значит, что тело имеет либо внутренний запрет на то, чтобы это вещество использовать, либо человеку это сейчас категорически не нужно. Но в большинстве случаев это как раз про психологический запрет. Имейте в виду отсутствие обоняния или, например, фантомные запахи, как бывает очень часто после ковида, это как раз, да, это вот самое яркое явление – это ковид. Еще существуют некоторые заболевания, когда отсутствуют запахи, и в первую очередь это простуда с сильным отеком, когда просто физически и физиологически рецепторы перестают чувствовать запах. Но у ковида почему такие серьезные и долгие, и очень длительные осложнения на запахи, на рецепторы носа, потому что обычные какие-то инфекции могут сжечь эпители носа, но он вместе с рецепторами, но он восстанавливается всего за месяц. А от ковида может быть там год отсутствия обоняния, потому что этот вирус нарушает связь между рецепторами мозга и самим принимающим эти сигналы центром. Он разрушает эту связь для того, чтобы порастроить ее заново, не просто там, да, эпители обновить, а именно простроить нейронные связи, требуется намного больше времени. Феромоны – это химические вещества, которые сконструированы человеком по прообразу гормонов человека. Такие сделаны летучие вещества. Наверное, они тоже в какой-то степени работают, но я считаю, что это изначально неверно пытаться на человека повлиять с помощью химических гормонов. Это точно так же, как таблетки гормональные принимать. Это очень серьезное влияние на организм, и сразу оно, гормональные таблетки сразу перестраивают внутреннюю гормональную систему человека. И это вот очень серьезная такая вещь, с которой нельзя играться просто так. То есть должны быть очень серьезные, для приема гормональных таблеток, нужны очень серьезные показания, которые другими методами больше вообще никак не исправить. А феромоны, на мой взгляд, да, наверное, они на кого-то действуют. Но я за более экологичный метод в принципе. И это натуральные эфирные масла, которые они и так уже есть. Ну, то есть они и существуют масла, которые являются прообразом гормонов человека. И они имеют очень качественнее масла, тем более яркое и сильное влияние они имеют на человека. И поэтому я к духам с феромонами отношусь никак не отношусь.